МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. На Марсе появился Бэтмобиль от конструкторов НАСА. Зачем астронавтам машина из комиксов? Это достаточно дорогостоящая вещь, но до сих пор до конца не проработанная. Гигантские рептилии снова будут населять нашу планету. Зачем генетики хотят возродить динозавров? Может ли сценарий блокбастера «Парк Юрского периода» стать реальностью? И как современные ученые планируют воскресить доисторических монстров? Мы их называем средством биологической модификации. У нас есть селекция, также у нас есть трансгенос. Величайшее открытие или апокалипсис. Почему одни ждут от адронного коллайдера путевки в параллельные миры, а другие – конца света? Как то, что убивало людей веками, превратится в лекарство? Вирус – это простейшая конструкция. Речь идет о том, что мы его можем использовать как транспорт. Иллюминаты возвращаются. Тайные хозяева мира воссоздают древний орден. Кто возглавит возрожденное братство? И кому они собираются нанести удар? Цели достаточно простые. Это прежде всего власть. Это управление обществом, и не только обществом. Сенсационное открытие археологов. В Турции найдено сооружение вдвое старше пирамид Египта. Загадочный храм из мегалитов испещрен таинственными надписями. Какое послание скрывает новая находка ученых? Это карта космоса. Это модель Вселенной. Запретная зона на белом материке. Что скрывают от нас во льдах Антарктики спецслужбы Великобритании и США? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. НАСА отправит Бэтмобиль на Марс. Инженеры Национального космического агентства представили модель марсохода, похожую на машину знаменитого супергероя из Готэм-Сити. Длина этого аппарата составляет 8,5 метров. Ширина 4. Весит марсианская машина больше двух тонн. Как отправить тяжелую конструкцию на Марс, американцы еще не придумали. Удастся ли им это сделать? И почему им понадобился именно автомобиль Бэтмена? Одного взгляда на новый марсоход НАСА достаточно, чтобы понять. Красную планету покоряют настоящие супергерои. Проект объединяет в себе марсоход и мобильную лабораторию. Подвеска и колеса рассчитаны на каменистую и песчаную поверхность. Образец оснастили электрическим двигателем. Правда, отечественных специалистов Бэтмобиль не впечатлил. Внешний вид – то немногое, чем американцы реально могут гордиться. Все остальное – разработки советских ученых еще начала 60-х. Луноход наш на выставке ездил, и американцы его достаточно внимательно смотрели, изучали. И по нему книжки вышли, монографии, где все параметры расписаны. Именно концепция советского лунохода легла в основу большинства космических изобретений американских компаний. Орбитальный корабль многоразового использования «Дримчейсер». Корабль «Сьера Невада», марсоход «Оппортюнити» – тоже заслуга не столько американских инженеров, сколько шпионов. Зачем придумывать что-то новое, если уже есть обкатанное, проверенное, надежное условие? То есть все новшества, они уже могут определяться тем, что это дешевле, скажем, а это будет работать дольше. То есть такие в значительной степени инженерно-экономические моменты связаны. Десятилетиями американцы выдают русские разработки за свои. Но в ситуации с марсоходом эксперты из НАСА дошли до абсурда. Дизайн нового аппарата космическое агентство поручило фирме, которая делает машины для голливудских фильмов. Марсоход нового поколения, компания «Паркер Бразерс Концепс», слепила из того, что было, на скорую руку за каких-то 4 месяца. Наверное, фирма понимала, что марсоход в космос все равно никогда не полетит. На сегодня, пока возможности отправить пилотируемый корабль нету, это достаточно дорогостоящая вещь, но и до сих пор до конца не проработанная. За эффектной оболочкой кроется устаревшая начинка. Кроме того, что марсоход громоздкий, его вес более двух тонн, непонятно, как доставлять на Марс такую махину. Так что, похоже, Бэтмобиль будет служить исключительно рекламным целям. Исследовать Красную планету ему не под силу. Далее в программе. Адронный коллайдер в действии. Аномалии и искажение времени. Что это? Окно в параллельный мир или начало конца света? Ради чего ученые запустили адскую машину? Мы говорим не только об этих измерениях, но и о всей Вселенной, которая, согласно нашей космологии, имеет 24 измерения. Вирусы будут лечить людей. Как герпес спасет человечество от рака? И какие еще чудеса медицины ждут нас в будущем? Как наука, как направление в лечении онкологии уже лет 50-60. Иллюминаты возвращаются. Тайное мировое правительство объявляет новую войну. Кто станет первой жертвой магистров Древнего Ордена? Это захватывает не только социум, но это гораздо шире. Сенсационная находка археологов. Древний храм неизвестной цивилизации вдвое старше египетских пирамид. Кто создал загадочную постройку? Очень похожие вещи. Прям модели саркаема. Международная комиссия закрыла часть Антарктиды даже для ученых. Кто покинул безжизненный материк? А кто остался продолжать исследование? Там работают только люди соответствующего профиля. Очень часто связанные с подпиской его неразглашения. Смотрите через минуту в программе «Загадки человечества». Американский палеонтолог Джек Хорнер сделал официальное заявление. Он готов воскресить динозавров. На притворение мечты в жизнь самому известному палеонтологу США понадобилось больше 40 лет. Сегодня Хорнер с уверенностью заявляет, он готов осоздать динозавра из обычной курицы. Но каким образом куриное яйцо даст жизнь гигантским рептилиям? Его лекции посещают тысячи слушателей по всему миру. Вот уже 40 лет палеонтолог Джек Хорнер не только занимается изучением вымерших животных и поиском останков динозавров, но и пробует их воскресить. Ученый уверен, динозавров можно воссоздать методом генной инженерии. У нас есть несколько способов, которыми мы можем это сделать. Поскольку эволюция существует, у нас, по сути, есть несколько эволюционных механизмов. Мы их называем средством биологической модификации. У нас есть селекция, также у нас есть трансгенос. Это когда вы берете ген от одного животного и вставляете его другому животному. Отправной точкой эксперимента Хорнера стал эмбрион курицы, который ученый буквально заставил вернуться в прошлое. Почему именно курица? Специалисты изучили геном вдоль и поперек и давно выяснили, что птицы – прямые потомки динозавров. Все они имеют идентичное строение скелета, но гены кур легко комбинировать. Да и яйца их стоят дешево. ДНК на 60% состоит от того вида, который хотят восстановить или оживить. И это уже не такая фантастика. Это уже где-то мы приблизились, стоим на границе. И скоро можем ожидать, что это будет. В 1993 году, когда на экраны вышел «Парк юрского периода», Джек Хорнер получил грант на исследование по извлечению ДНК динозавра. В бедренной кости найденного тираннозавра ему удалось обнаружить кровеносные сосуды. Благодаря уцелевшим капиллярам доктор Хорнер сумел выделить гем – биологическую основу гемоглобина 65 миллионов лет от роду. Но это была не ДНК. Прошло несколько лет, и мы начали работу над проектом «Хелл Крик». Восточной Монтане – обширная территория, много неплодородных земель и не особо много людей. Мы нашли там много тираннозавров, и одного особенного. Мы назвали его «Бирекс». Что же такого особенного в этом динозавре? Оказалось, что «Бирекс» умер в возрасте 16 лет. Пока что это самый старый динозавр, которого удалось найти ученым. «Бирекс» был самкой. По мозговому веществу, которое сохранилось внутри кости. Мозговое вещество состоит из кальция. Точнее, это место, где кальций хранится во время беременности животного или птицы. Этот признак является общим для птиц и динозавров. Джека Хорнера осенило. Зачем искать ДНК динозавра, если этого монстра можно создать из птицы? Ученый решил разбудить в клетках курицы атовистические гены. Это должно было привести к тому, что уже на первых стадиях развития у эмбриона птицы появятся черты динозавра – зубы и лапы с тремя пальцами. Атовизм – это признак, присутствующий у наших предков, но впоследствии переставший проявляться. Посмотрите на передние лапы динозавра. У Велоцираптора замечательные лапы с когтями. У Архиоптерихса довольно примитивной птицы, передние лапы выглядят примитивно. Но, как вы можете заметить, у голубя или любой другой птицы передние лапы выглядят странно, потому что их передние лапы – это крылья. Но замечательно, что если посмотреть на эмбрионы в процессе развития, то их передние лапы будут выглядеть практически так же, как у Архиоптерихса. У него по три пальца на каждой лапе, но в результате работы гена эти пальцы срастаются. Именно этот ген мы ищем. Удивительно, но совсем недавно этот ген был найден. Ко всему прочему, ученые выяснили, что эмбрион птицы во время своего развития имеет достаточно длинный хвост. Но впоследствии он исчезает под воздействием определенного гена. Новейшие разработки генетиков позволили блокировать и его. Мы хотим сделать так, чтобы ген, отвечающий за срастание пальцев, не включался. И тогда мы сможем получить курицу, которая вылупляется из яйца с трехпалыми передними лапами, как у Архиоптерихса. И то же самое касается хвостов. Мы пытаемся сделать так, чтобы наша курица изменилась и превратилась в курозавра. По последним данным, американским ученым все же удалось создать курозавра. Доктор Архат Абжанов из Гарвардского университета, например, сумел сделать подопытной курице морду рептилии. Правда, официальные источники уверяют, что зубастого цыпленка с хвостом спустя две недели пришлось все же усыпить. Это экологи, которые должны рассчитать все и посмотреть, как весь гидробиоциноз будет функционировать. И решить, нужен этот вид или нет. То есть эта проблема очень сложная. Она сложна не только в генетическом плане, но и в экологическом плане она очень сложна. И вот если будут возвращать вот такой вид вымерший, то прежде всего надо решить, стоит ли это делать. Это раз. А сам надо решить, какой вред это может принести всей экосистеме. Целесообразность эксперимента Джека Хорнера, безусловно, у многих вызывает сомнения. Но если американским ученым все же удалось создать курозавра, как далеко их могут завести подобные опыты? Не воскрешат ли генетики очередного Франкенштейна на погибель человечества? Это Большой Андронный коллайдер, сокращенно БАК. Самый крупный в мире экспериментальный ускоритель протонов и ионов. По официальной версии его построили, чтобы изучить взаимодействие заряженных частиц. И совсем недавно ученые из Европейского центра ядерных исследований запустили новый ускоритель БАКа, Линок-4. Это вызвало шквал негодования. Испытатели обвинили в том, что они открывают дорогу в ад. Заявление неожиданное. В ученых кругах уже ходят слухи, что на самом деле там проводятся секретные эксперименты с параллельными измерениями. Так ли это? И чем это в действительности грозит? Работа Адронного коллайдера активирует связь между параллельными вселенными. Такого мнения придерживается ряд ученых, требующих прекратить эксперимент. В доказательство своих обвинений исследователи приводят ряд, казалось бы, внешне незначительных признаков. Так, с момента запуска ускорителя в небе стали появляться облака, напоминающие собой воронки. А техника и электроника регулярно либо вообще перестают работать, либо выдают сбой системы. По мнению ученых, все эти аномалии – своего рода эхо из мира по соседству. На Земле существует, я бы сказал, очень много цивилизаций. И некоторые из них, которые находятся ближе, ну, скажем так, по фазе или по частоте, они имеют даже не точку, а области соприкосновения с нашим миром, поэтому мы их, соответственно, можем наблюдать. Все, что касается Адронного коллайдера, окутано тайной. Европейская организация по ядерным исследованиям, сокращенно ЦЕРН, – своеобразная гильдия физиков, которые находятся на службе всего человечества. Однако специалисты утверждают – ЦЕРН – сектанты. В подтверждение этому – статуя Шивы, древнего индийского бога хаоса и разрушения, которая стоит возле главного здания. Истинная задача ученых из ЦЕРНа, как утверждают некоторые, отомкнуть врата в параллельные миры. Античные люди понимали, что существует жизнь в других измерениях. Мы говорим не только об этих измерениях, но и о всей Вселенной, которая, согласно нашей космологии, имеет 24 измерения. Но существуют и другие Вселенные, которые также могут иметь свои измерения. На строительство Адронного коллайдера, который должен приоткрыть тайну зарождения Вселенной, деньги жертвовали все европейские государства. Самая большая лаборатория мира обошлась в 3 миллиарда евро. Казалось бы, зачем политикам такая дорогая игрушка? Единственная задача, с которой ученые собрались в Женеве, это найти портал в параллельные миры. Если это удастся, то можно будет путешествовать между мирами и планетами, управлять историческими процессами, обращать вспять исторические процессы. Это очень заманчиво современному человечеству. Большинство ученых даже не догадывалось об истинных целях столь масштабного эксперимента. Однако в конце 2016 года директор ЦЕРНА доктор Эдвард Мантилла покончил с собой. Перед смертью он уничтожил все наработки, которыми имел доступ. В предсмертной записке доктор предупредил людей о грядущем апокалипсисе. Благодаря адронному коллайдеру удалось найти скорость, превышающую скорость света. После этого классическая физика перестала существовать. Вероятно, доктор Мантилла уничтожил наработки, которые могли бы перемещать во времени. Невероятно! Но у большого адронного коллайдера есть старший брат. НАСА объявило о находке аналогичной установки на Марсе. Она в 75 раз больше земного коллайдера. Специалисты предполагают, что марсианская установка способна создавать сильное магнитное поле и открывать пространственно-временные порталы. Вероятно, коллайдер использовала для межгалактических путешествий древняя высокоразвитая цивилизация. Вполне возможно, что именно эта находка дала импульс к созданию земного аналога. Но далеко не все параллельные миры находятся на других планетах. Вот те инопланетяне, о которых мы говорим, они к нам прилетают. Да ниоткуда они не прилетают. Они в нашей земной орбите. Существуют в другой мерности, в других вибрациях. Они могут материализоваться и дематериализоваться из нашего регистра, так сказать, переключить клавишу и уйти в невидимый для нас спектр. Но это живые существа. И вот жизнь продолжается. Физики утверждают, Земля вращается на перекрестке множества параллельных миров. Необъяснимые артефакты, которые находят по всему свету, не более чем привет от соседей. Земля является такой многослойной планетой, многослойным миром. Эти миры, они один в одном находятся. То есть это не матрешка, это не струны. Все находится здесь и сейчас. Отличаются они фазой, частотой. Та частота, которая ближе фаза, соответственно, больше областей соприкосновения. Поэтому мы иногда видим тарелочки, разного рода объекты неопознанные. Почему у них такая большая скорость? Другие законы физические. В Советском Союзе физики-теоретики разработали проект коллайдера задолго до Женевского. После того, как сняли гриф секретно, с ряда советских документов стало известно. Первые шаги к созданию порталов в параллельные миры совершил профессор Вавилов. В результате его экспериментов два дня подряд, 18 и 19 октября 1923 года, по коридорам Кремля ходил Ленин. Он грозил кулаком, непотребно ругался, а потом растворился в воздухе. Живой Владимир Ильич в это время находился на даче в горках, в инвалидной колеске. Именно там он и умер три месяца спустя. Иногда мне становится страшно от того, что творят наши ученые. Они пытаются открыть порталы в другие миры, но не знают, как их закрыть за собой. Последствия могут быть самыми неожиданными, вплоть до того, что черная дыра коллайдера поглотит все живое на Земле. Мало кто знает, что два коллайдера по силе гораздо мощнее Женевского расположены в России. Деятельность так называемых ускорителей в Протвине и Дубне до сих пор находится под грифом «секретно». После распада СССР отечественные коллайдеры, на которых изучали возможность пространственно-временных перемещений, законсервировали. Но совсем недавно их снова решили запустить. А это значит, что у ученых появилась надежда открыть порталы в параллельные измерения. И мало кто представляет, с чем человечеству придется столкнуться после того, как этот ящик Пандоры будет открыт. Далее в программе «Возвращение жестокого братства». Иллюминаты снова правят миром. Кто они? Лидеры тайного правительства. Какие цели преследуют? И кому стоит бояться их власти? Когда человеку больно, идет очень мощный, резкий выброс его ощущений и чувств. Что означают загадочные рисунки на самом древнем храме планеты? В Турции найдено сооружение вдвое старше пирамид Египта. Таинственный храм принадлежит неизвестной цивилизации. Какие знания пытались передать человечеству древние люди? Слово «Мандала» слышали, да? Вот. Это карта космоса. Что заставило Международную комиссию прогнать из Антарктиды ученых? Какие опасные находки обнаружили исследователи? То есть это было нечто, что образовалось в поверхности Земли. В эфире «Загадки человечества». Смотрите на РЕН-ТВ. Вирусы, которые человечество считало смертельными, на самом деле могут стать лекарством века. Такое сенсационное заявление сделали американские биологи. Все, что нужно сделать, это модифицировать ряд известных смертельно опасных бацилл. И первые тесты это успешно доказали. С помощью вируса Герпеса уже удалось остановить раковую опухоль. Неужели у людей появился шанс победить онкологию? Первые исследования в этом направлении начались еще сто лет назад. Немецкие доктора описали случай, когда больного раком в желудке мужчину укусила бешеная собака. Врачи сделали пациенту прививку и заражения бешенством он избежал. Но потом стало происходить нечто необъяснимое. Приговоренный к смерти от рака мужчина пошел на поправку. Сегодня у специалистов уже нет никаких сомнений. Смертельные вирусы можно использовать как лекарство. Терапия, повышающая иммунитет при помощи вируса. В общем-то, как наука, как направление в лечении онкологии уже лет 50-60. Действительно, некоторые вирусы, которые, в общем-то, безвредны человеку, особенно взрослому человеку, они изброчно именно атакуют атипичные клетки, раковые клетки. Последнее сенсационное открытие принадлежит американским ученым. Они модифицировали вирус Герпеса. Теперь он не способен размножаться в здоровых клетках и причинять им вред. Зато прекрасно справляется с уничтожением раковых образований. Новый вирус получил сложное название HSV-1716 и уже прошел первые испытания. Вирус, вот он, это простейшая конструкция. Это самая простая, поэтому он надежный, поэтому он миллиарды лет существует. Речь идет о том, что мы его можем использовать как транспорт. Вот, поэтому здесь речь идет о вирусе и о Герпесе в частности, потому что он достаточно изучен. Вирус, есть такой Герпес, вы все знаете. Все когда-то простуду на губах лечили. В клинических испытаниях нового вируса участвовали 400 пациентов с диагнозом рак кожи. HSV-1716 ввели в клетки опухоли и результат превзошел все ожидания. Внутри злокачественных образований вирус Герпеса стал размножаться и выделять вещества, которые смогли остановить развитие рака. Если объяснять самым простым языком, этот вирус начинал просто взрывать данные клетки и после того, как вот этот вот взрыв, так сказать, происходил, происходило образование рубцов. То есть клетка уже вот эта опухоль исчезала. И самое интересное действительно оказалось, что мало того, что эти клетки в основном практически все погибают, здоровые ткани при этом вирус данный модифицированный, не затрагивает. Молекулярные биологи и медики надеются, что иммунотерапия поможет побороть не только рак, но и диабет. Однако некоторые ученые отнеслись к этому эксперименту с опаской. Доктора настаивают. Новая методика требует дополнительных исследований. Мы действительно можем получить какой-то вирус, который будет взаимодействовать, может быть, и со здоровыми клетками. Впоследствии все равно же он будет видоизменяться. И, возможно, он будет устойчив к воздействию каких-либо препаратов и так далее. То есть, возможно, мы получим какое-то заболевание, от которого излечиться не сможем. Десятилетиями микробиологи считали, что именно вирусы причина многих болезней. Но, кажется, сейчас ученые научились управлять ими и даже заставили их служить человеку. Вот только избавит ли вирус Герпеса нас от онкологии? Или в ответ природа изобретет новые смертельные болезни? Недавняя речь Папы Римского на конференции в Ванкувере была обращена к иллюминатам, тайному мировому правительству. Исследователи утверждают, что жесты понтифика во время его выступления имели скрытый смысл, понятный лишь посвященным. По мнению экспертов, между строк Папа Римский угрожал масонам раскрытием чудовищной тайны. Даже появилось предположение, что глава Святой Церкви говорил не от своего имени, а выражал мнение влиятельной группы или высшей силы. Кто же такие иллюминаты? И почему Папа Римский может вступать с ними в диалог? Речь самого Папы Римского была обращена к забытому тайному ордену иллюминатов. В это сложно поверить, ведь именно братство иллюминатов издревле было главным врагом церкви. Иллюминаты вероятно самая известная и самая секретная в мире секта, про которую пишут все сторонники теории заговора. Если бы ее не было, ее бы стоило придумать. Если вы спросите их об иллюминатах на улице, то вам скажут, а эти безликие кукловоды, которые дергают за нитки за спинами Трампа и всех остальных и на самом деле стоят за событиями. Да, я все о них знаю. К последователям ордена иллюминатов относят буквально всех миллиардеров и магнатов дня сегодняшнего. Среди них семьи Дюпонт, Кеннеди, Рокфеллер и Ровшин. С вершиной братства тесно связывают даже друга всех детей Уолта Диснея. Их фамилии почти не появляются в СМИ, но это тоже часть стратегии. Это те самые безликие кукловоды, чьи имена мы никогда не узнаем. Но мы верим, что они принимают людей в свои ряды. А этими людьми могут быть Бьонсе, Риана и другие, включающие мысли иллюминатов в свою музыку, книги, фильмы. К иллюминатам причисляют гламурную Пэрис Хилтон, скандалистку Бритни Спирс и других кумиров-тинейджеров. Помните Леди Гагу в платье из мяса, а Роберта Паттисона, изображающего разлагающийся труп, есть мнение, что через массовую культуру иллюминаты внедряют культ крови и мертвой плоти. Некоторые исследователи относят к числу иллюминатов и главных вождей советского пролетариата Ленина, Троцкого и Свердлова. То, как лидеры рабочих и крестьян расправились с церковью и правящей династией, вполне соответствует духу ордена. Россия была одним из основных эзотерических субъектов для иллюминатов. Речь идет о высшем эшелоне российского общества. Я уверен, что существовало крепкое подпольное движение, ассоциируемое с убеждениями и концепциями иллюминатов. И они были достаточно радикальными. Существует гипотеза, что орден иллюминатов борется за новый мировой порядок, при котором не будет хаоса. Будет единая для всего мира безналичная электронно-денежная система, которую будет контролировать мировое правительство, то есть братство. Концепция иллюминатов подразумевает, что каждая личность общества должна быть унифицирована, подконтрольна и чипирована. Иллюминаты даже ввели понятие «золотого миллиарда». Это значит, что на земле останется не более миллиарда человек. Элита и обслуга. Все они согласны, окажутся вне закона. В новом мировом порядке вся власть естественно будет принадлежать магистрам ордена иллюминатов. То есть небольшому кругу сверхбогатых кланов. Сегодня к ним причисляют Клинтонов, Бушей и знатные семьи Саудовской Аравии. Есть наследственные связи, все это по наследству передается и естественно есть определенные рычаги для влияния. Это такой высокий уровень. Выше, например, чем масонство и выше, чем христианство. Просветленные. Так буквально с древнегреческого переводится название ордена. Секта существует еще со времен Гомер. Изначально иллюминаты почитали богиню-мать Кибелу, приносили ей кровавые жертвы и устраивали оргии на камнях святилищ. Но с 1776 года баварец Адам Вейсгаупт провозгласил новую философию. Преображение человечества требует его порабощения. Еще в 18 веке магистр прописал основные методы захвата власти. Подкуп, сексуальный шантаж, шпионаж, внедрение агентов в религиозные, правительственные и финансовые организации. Своим главным врагом и конкурентом иллюминаты считали религию, в особенности католическую церковь и лично понтифика. Возможно, именно поэтому свою деятельность община развернула на новой земле, в США, месте, где влияние католиков было минимальным. Они открывали Америку, они устанавливали всю символику. Она была направлена именно на то, чтобы создать для нового света, то есть для сегодняшней Америки новую систему символов. В новом свете братство сделало ставку на деньги и не прогадало. Финансовая структура, банки и трасты стали основой новой ячейки ордена. Современные исследователи предполагают, что все существующие сегодня банковские и платежные системы находятся в руках иллюминатов. Современное бытие это банковская система. Она как раз возникла тоже в конце 15 века, то есть где-то прямо под 1500 год. Наиболее шокирующим и невероятным предположением можно назвать гипотезу, что к этому тайному братству может иметь отношение и нынешний глава Белого дома. Президента, чью кандидатуру не поддерживает ни один влиятельный семейный клан США, называют королем иллюминатов. Больше того, португальский провидец Горацио Вильегас, чьим предсказанием прислушивается вся Америка, шокировал мир пророчеством скорой мировой войны. По словам экстрасенса, именно новый президент США развяжет глобальный международный конфликт. И сделает он это по приказу тайного ордена. По мнению современных исследователей, иллюминаты окружают нас повсюду. Удивительно, но к жестокому братству причисляют даже посла доброй воли ООН, мать шестерых детей Анжелину Джоли. Казалось бы, как актриса, не прекращающая борьбу с голодом, безграмотностью и нищетой в странах третьего мира, смогла попасть в этот список? Дело в том, что на заре своей карьеры Джоли многократно демонстрировала свое увлечение мистическими учениями и особое отношение к магии крови. Например, любовь и верность своему второму мужу Билли Бобу Торнтону будущая звезда выражала с помощью амулета, небольшого флакона, наполненного кровью любимого мужчины. Этот талисман Джоли постоянно носила на шее. Ключ к тайне колыбели цивилизации находится в Турции. Гобикли Тепе, самая древняя в мире архитектурная постройка, расположенная в турецкой провинции Анатолия. Этому загадочному строению 12 тысяч лет. Оно на 7 тысяч лет старше самой древней египетской пирамиды. Все найденные в архитектурном комплексе каменные стелы украшают вырезанные символы, в которых, по мнению ученых, зашифровано послание древних цивилизаций. Главный вопрос, что хотели донести до нас наши далекие предки? Город Урфа, Пузатый холм, а именно так переводится Гёбикли Тепе с турецкого, высокий холм с огромными булыжниками странной формы. Каждая из каменных глыб украшена удивительными узорами. Изображения зверей, птиц, насекомых и растений сочетаются с таинственными знаками и символами. Камень, который вы можете видеть вон там, на нем нарисованные сумки и человекоподобные стервятники. Археолог Грэм Хэнкок приезжает на эти раскопки каждый год. Он один из тех, кто верит, это сооружение дело рук таинственно погибшей высокоразвитой цивилизации. Удивительно, но звери и растения, изображенные на камне, не только с разных континентов, но и эпох. Как будто кто-то создал каталог представителей флоры и фауны, некогда обитавших на нашей планете. На этом удивительные открытия не заканчивались. Девятиметровые глыбы стояли по четко вычерченному кругу и образовывали спираль. Таких спиралей уже три, но геологические исследования указывают на множество точно таких же вокруг. Кругов на самом деле не три, а около сотни. Словно кто-то обтачивал, перевозил и устанавливал сотни и тысячи тонн камня. Очевидно, это не было примитивное общество. Все пропорции этого комплекса как будто были рассчитаны по математическим формулам. Уже доказано, они подчиняются закону последовательности Фибоначчи. Это когда каждое последующее число равно сумме предыдущих. Гёбек-Литепе это прямое доказательство. 12 тысяч лет назад формулу бытия уже кто-то открыл. И это переворачивает все, что мы знали о древних людях. Комплекс Гёбек-Литепе был бережно спрятан, засыпан специальной смесью. Именно она сохранила древний монумент от разрушения. Наполнитель, которым кто-то закрыл эти каменные круги, состоит из гальки, камней, песка, измельченных костей животных и людей. Возраст этих костей 11 600 лет, что является сенсацией для науки, потому что считалось, что первой цивилизацией была шумерская, существовавшая от 6 до 7 тысяч лет назад. За ней следовали Вавилонская, Хецкая, Акадская, Древнеегипетская и Древнеиндийская. Но что, если создатели этого святилища спасали его от некоего катаклизма? Или вовсе решили закопать в землю тайные знания? К сожалению, это всего лишь последний цикл человечества. Перед настоящим был другой, который закончился 12 тысяч лет назад. Геобик Летепа скорее всего принадлежит к тому, предыдущему циклу, потому что возраст в 11 600 лет это только возраст наполнителя, которым кто-то закрывал очень важное и большое место. Возможно, за тысячи лет после того, как оно использовалось и было построено. Косвенно эту гипотезу подтверждает само устройство Геобик Летепе. Это идеальная спираль. Аналогичные построения у города можно найти только на территории России. И, как оказалось, у такого устройства древнего сооружения очень глубинный смысл. Очень похожие вещи, прям модели с Аркаима. Аркаимская модель это мандала. Слово мандала слышали, да? Вот. Это карта космоса. Это модель Вселенной. А что, если кто-то 12 тысяч лет назад зашифровал и сохранил для потомков особое послание? Ведь как иначе можно объяснить перепись флоры и фауны, указания на движение планет, зашифрованные законы природы и даже закон сохранения популяций и передачи генетической информации? Древние люди были осведомлены об элементах сакральной геометрии. Это не единственная аномалия. Геобик-Летепа не единственная. Есть и другие постройки. Мачу-Пикчу, египетские пирамиды, мексиканские и китайские зигураты. Все они возрастом от 12 до 55 тысяч лет. И везде зашифрованы особые знания. Это значит, что учебники по истории придется переписывать. Археологи столкнулись с самой большой загадкой за всю историю раскопок древних цивилизаций. Но чтобы разгадать эту головоломку, сначала нужно откопать весь комплекс. По расчетам специалистов, для того, чтобы расчистить весь Геобик-Летепе, потребуется полвека. А это значит, что ответить на сакральные для всего человечества вопросы удастся не скоро. Группа археологов из Британии сделала первое предположение. Поскольку персонажи на рисунках связаны с космическими созвездиями, возможно, что древние люди задокументировали падение на Землю огромного астероида. Эту версию подкрепляет теория резкой смены климата на планете, которую высчитали ученые. Время создания рисунков 11 тысяч лет до нашей эры похолодание датирует примерно тем же периодом. Далее в программе. Лидеры мировых держав закрыли часть Антарктиды. Почему вход на материк закрыли для туристов и ученых? Что скрывают от нас спецслужбы? Какие научные станции покинули Антарктику? И кто остался на леднике? Какие открытия ученых на Южном полюсе были засекречены? Что мы на самом деле не знаем об Антарктиде? Отверстие в земле, которое не соответствовало никаким земным научным стандартам. Смотрите прямо сейчас в программе «Загадки человечества». 11 ноября 2016 года в Антарктиде произошло тайное закрытое обсуждение и подписание нового межправительственного договора. Часть материка закрыли на 35 лет даже для ученых. Но зачем это было сделано? Может быть, от нас таким образом что-то пытаются скрыть? Эти фотографии красот ледника появились на сайте Викиликс за месяц до подписания договора. Их прислал китайский исследователь со станции, которой по официальным данным не существует. Но что они ищут? Или что им удалось найти такого, что заставило глав мировых держав закрыть Антарктиду? В 1968 году, пролетая над Северным полюсом, космический спутник Эсса-7 сделал удивительный снимок. Тогда все называли это зрительным обманом и мистификацией. Но недавно удалось установить факт, который полностью перечеркивает наше представление о планете Земля. На фото огромная воронка, которая до этого момента была скрыта плотным слоем облаков. Размеры отверстия шокируют. Невольно возникают предположения, что перед нами вход в подземный мир. И этому есть целый ряд доказательств. Это была снята огромная дыра, дыра в земле. Отверстие, которое не соответствовало никаким земным научным стандартам. Спустя несколько лет после публикации снимка произошло еще одно знаковое событие. Кольский полуостров. Здесь советским ученым удалось пробурить самую глубокую в мире скважину. Но за время работ на Кольской сверхглубокой рабочие и инженеры сталкивались с пугающими странностями. Дважды плавился сверхпрочный бур. Однажды порвался трос, будто его дернули снизу. Но ведь это в принципе невозможно. Вопрос Кольской скважины по-прежнему будоражит умы у многих. И многие мистики пытаются найти подтверждение того, что действительно все работы были закончены не из-за технических сложностей, а из-за сложностей мистических, из-за того, что действительно вышли в другое параллельное измерение внутри Земли. В 1995 году, уже после закрытия Кольской сверхглубокой, мир облетела сенсация. Ученые добрались до преисподней. Опущенный на глубину 12 километров микрофон записал тревожные звуки, похожие на человеческий визг и стоны. Но что может быть общего у двух таких разных событий, сенсационных снимков из космоса и страшных звуков из-под Земли? Оказалось, все сходится в одном месте, в Антарктиде. Первые упоминания о континенте встречаются в картах, датированных 16 веком. На них Антарктида изображена зеленым материком, вполне пригодным для жизни. О том, что когда-то ледяной континент был населен животными и людьми, говорит и недавняя находка российских ученых. Они обнаружили под 4-х метровым слоем льда новый вид бактерии, которая на 86% идентична уже изученным видом. В Антарктиде могли существовать некие оазисы, какие-то очаги жизни среди этого ледяного континента. в одном из горных хребтов Антарктиды подтверждают невероятную гипотезу. Нацисты попали на ледяной континент по глобальному лабиринту подземных тоннелей, которые по легенде ведут к алтарям древних святынь. У подземного пространства огромное количество всего неизученного вопросов к тому, что происходит под землей, намного больше, чем ответов. О том, что вся наша планета пронизана рукотворными подземными тоннелями, говорили не только священные предания, но и авторитетный французский ученый Рене Декарт. В его теорию полой земли верили Жюль Верн и русский академик Владимир Обручев, предположившие, что под землей могут жить существа, которых считают давно вымершими. По мнению многих исследователей, глобальная сеть тоннелей простирается на территории Турции, Индии, Китая, Гималаев, Южной и Северной Америки, Европейской части России и доходит до Антарктиды. А огромная воронка на Северном полюсе, которую снял спутник Эсса, и кольская сверхглубокая скважина с ее звуками из преисподней могут оказаться входами в этот подземный мир. Шестой континент был как бы узловой станцией в планетарной сети. Но что же произошло с таинственным материком? Большинство современных ученых склоняется к версии глобального катаклизма, который привел к смещению полюсов Земли и изменению климата. Был взрыв минимум 6 тысяч мегатонн, который перевернул Землю через полюса и вышвырнул ее на другую орбиту. Продошла волна цунами высотой примерно 10 километров по всем океанам прокатилась, смывая с берегов все. Не оставляю ничего. Мгновенное понижение температуры до минус 200 градусов, конечно, ни одна живость не выдержит этого. По данным современных геологов, Антарктида это 14 миллионов квадратных километров суши, огромная территория, чуть меньше Южной Америки и в два раза больше современной Австралии. Что же скрывает Антарктида? Что именно нашли там сегодня ученые? Быть может, мы наконец-то приблизились к тайным технологий, которыми владели великие Атланты. Патриарх Кирилл, побывав в Антарктиде, назвал ее образом идеального человечества, зоной свободной от оружия, индустрии и человеческих страстей. Но страсти вокруг безжизненной земли закипают нешуточные. Наш мир полон тайн и каждый раскрытый секрет приближает нас к истине. Давайте идти по этому пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин и это были Загадки Человечества. Увидимся завтра в это же время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА